Добрый день, уважаемые студенты. Продолжаем наш курс. Тема занятия чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. Первый учебный вопрос. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них. Не каждое опасное природное явление приводит к возникновению чрезвычайных ситуаций. Особенно если в месте его возникновения нет никакой угрозы для жизнедеятельности человека. Чрезвычайная ситуация складывается только тогда, когда в результате опасного природного явления возникает реальная угроза человеку и окружающей его среде. В зависимости от механизма происхождения опасные природные явления разделяются на следующие группы или классы. Во-первых, чрезвычайные ситуации геофизического характера. К ним относятся землетрясения, извержения вулканов и цунами. Землетрясения – это подземные толчки, удары и колебания поверхности, вызванные тектоническими процессами, происходящими в земной коре. Наиболее опасными считаются землетрясения с глубиной от 10 до 100 км. Как правило, их интенсивность определяют по шкале Рихтера, шкале МСК или шкале Меркай. Несмотря на существование различий в этих шкалах, можно утверждать, что землетрясение силы 6-7 баллов по любой шкале опасно для человека. В ряде случаев после первого толчка, через несколько минут, а иногда и несколько часов или суток могут последовать другие подземные толчки, так называемые авторшоки, в результате которых здание получает дополнительное разрушение. При землетрясениях необходимо после первого толчка быстро покинуть помещение, не пользуясь лифтом, не находиться вблизи высотных зданий, не стоять на мостах и эстакадах, под линиями электропередач или под деревьями. Лучше всего выйти на открытое пространство. Кроме этого, к геофическим человеческим ситуациям относятся извержения вулкана. Вулкан – это место, где на поверхность вырывается раскаленное вещество земных недр магма. Излившаяся и потерявшая часть содержащихся в ней камней, вулканический бомб, газа, пепла и водяных паров, магма превращается в лаву, то есть движущийся поток из расплавленной скальной породы. Внешние вулканы выглядят по-разному. От громадный пор с кратерами до трещин и отверстий земной поверхности. Несмотря на относительную высокую скорость лавы, около 30-40 км в час, большую опасность для человека вблизи действующих вулканов представляют вулканические бомбы, горячий пепел и токсичные газы. Единственным способом спасения людей при извержении вулканов остается эвакуация населения. К евридиям этого же класса относят и цунами. Цунами, в переводе с японского языка, – большая волна в заливе. Это особые волны очень большой длины и высоты, возникающие вследствие подводных землетрясений или извержений вулканов под водой. Скорость распространения на цунами от 50 до 800 км в час возле берега нападает. Цунами трудно увидеть издалека, потому что в глубоких водах высота вулкан относительно невелика – от полуметра до одного метра. На их приближение указывает внезапный отлив, быстрое понижение уровня воды и сильная воздушная волна, гонимая цунами. У самого побережья волна поднимается до высоты от 10 до 50 метров, вызывая гибель людей от ран, ушибов и утопления, а также разрушение сооружений и растительности. При угрузе цунами необходимо срочно покинуть зону возможного прихода волны и постараться подняться на самое возвышенное место. В крайнем случае необходимо спрятаться за мощную преграду. Вторым классом является чрезвычайной ситуацией геологического характера. К ним относятся обвалы, оползни, серии, снежные лавины. Обвал – это свободное падение массы горных или земельных пород на крутом склоне. Поражающим фактором обвала является падение тяжелых масс горных пород, способных сломать, раздавить прочные сооружения и технику или засыпать их грунтом. Другая опасность обваловствует в том, что они могут перекрывать русла рек и вызывать обрушение берегов озер, воды которых в случае прорыва могут стать причиной наводений или, что еще опаснее, селевых потоков. К явлениям этого же класса относят оползни – это скользящие смещения масс горных или других пород вниз по склону под влиянием силы тяжести. Причинами их могут быть землетрясения, переуложнение склонов осадками или подмыло водой, ослабление прочности твердых пород при выветривании или во время земляных работ. Скорости перемещения масс грунта могут быть от нескольких сантиметров в год до 3 метров в секунду – это примерно около 11 км в час. Поражающим фактором оползней являются тяжелые массы грунта, засыпающие или разрушающие все на своем пути. Основными защитными мероприятиями от оползней являются мониторинг за состоянием горных массивов и грунтовых массивов, водоотвод, запрет на ведение инженерных работ вблизи опасных участков. При угрозе схода крупных оползней вблизи населенных пунктах осуществляется эвакуация населения. Еще одно из явлений этого же класса – это сели. Сель – грязевой или грязекаменный поток, сошедший с горных вершин. Сельевые потоки зарождаются только в гористой местности и движутся в основном по руслам рек, либо по балкам, оврагам. Скорость сельевого потока может достигать 40 км в час и более. Защитными мерами от сельевых потоков являются посадка лесов на склонах, контроль за накоплением воды, от дождей или оттаяния в снегу. В особо угрожающих ситуациях осуществляется эвакуация населения. К чрезвычайным явлениям этого же класса относятся снежные лавины. Снежная лавина – это движение масс снега от богорного склона под воздействием силы тяжести. Как правило, сход снежных лавин происходит в период таяния снега в горах, на редниках, а также из-за механического воздействия снегоходов и другой техники. Мерами защиты населения от лавинной опасности являются мониторинг за состоянием снежных склонов, запрет выхода людей и техники на лавинно опасные участки, применение высокопрочных заграждений на склонах, обстрел накапливающихся масс снега из пушек. В качестве крайней меры может быть организована эвакуация населения из населенных пунктов. Третьим классом учрежденных ситуаций является ситуация гидрологического характера. Наиболее характерным является наводнение. Это затопление значительной части сужи в результате подъема воды выше обычного уровня. Различают несколько типов наводнений. Половодье – довольно продолжительный подъем уровня воды в реках, вызываемый таянием снега или дождевыми осадками. Паводок – тоже самое, но сравнительно к корковременному подъему уровня воды в реке. Затор – подъем уровня воды вместе с коплением льда во время весеннего ледохода. Зажор – тоже, но во время ледостава, то есть в начале зимы. Ветровой нагон – это подъем уровня воды, вызванный воздействием ветра на водную поверхность устья крупных рек или на наветренном берегу озер и морей. Он характерен, в частности, для нашей Невы. Защитными мерами от наводнений являются прогнозирование выпадения осадков или таяния льда, подрыв льда на реках весной, вспомнение руси в рек, террасирование крупных берегов, осадка пустарника, деревьев, сооружение дам, запрут, плотин. В угрожаемых ситуациях требуется немедленно эвакуация населения. Следующим классом является чрезвычайная ситуация метеорологического характера. К этому виду в ситуации относятся бури, ураганы, смерчи. Их действия характеризуются скоростью ветра, возникающего от циклонических явлений. Сила ветра и опасность этого явления оцениваются шкалой Бохарта от 0 до 12 баллов. Бури называют ветер скорость движения, которого составляет от 20 до 32 метров в секунду, то есть примерно от 70 до 115 километров в час. Ураган – это ветер скорость, которого составляет более 32 метров в секунду, то есть более 115 километров в час. Смерч, или как еще его иногда называют торнадо, это атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся до поверхности земли или воды в виде темного гигантского рукава – хобота. При этом скорость вихря в смерче может достигать 100 метров в секунду, это около 360 километров в час, а его перемещение, то есть хобота вдоль земной поверхности – около 50-60 километров в час. Основными мерами защиты от действия этих червячайных ситуаций является прогноз погоды и спойнен защитных свойств зданий, сооружений, подвалов и убежищ. Последним классом природных червячайных ситуаций являются природные пожары. К природным пожарам относятся лесные, степные и торфяные пожары. Еще могут быть пожары различных горных выработок при наличии полезных ископаемых. Как правило, их причиной является антропогенный фактор, то есть в 90% случаев это дело рук человека. Лесной пожар – это неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющейся по лесной территории. Лесные пожары в зависимости от того, на каких уровнях леса распространяется огонь, делятся на низовые, скорость около 1 км в час, и верховые, скорость около 70 км в час. Так же они могут быть и подземными. Степные пожары характеризуются распространением огня по степи, при этом скорость распространения огня может достигать более 100 км в час. Торфяные пожары характеризуются распространением огня в торфяниках. Чаще всего пожары возникают из-за самовозгорания торфа, около 60% случаев. Эти пожары очень сложно локализовать и потушить. Могут возникать пожары полезных ископаемых, газ, нефть, уголь. Их сложно тушить из-за больших объемов горючего материала, значительной площади горения и высокой температуры. Второй учебный вопрос. Червичайные ситуации техногенного характера и защита от них. Червичайные ситуации техногенного характера разделяются на следующие группы или классы. Промышленные аварии и катастрофы. Пожары и взрывы на предприятиях. Происшествия на транспорте. Наиболее опасными и масштабными являются промышленные аварии и катастрофы. Переочить аварии на радиационно опасных объектах. Они связаны с объектами атомной энергетики и могут характеризоваться выбросом радиоактивных веществ. Например, Чернобыльская катастрофа или катастрофа на атомной электростанции Фукусима в Гонии. Часть территории в районе таких объектов становится непригодной для жизнедеятельности и называется зоной отчуждения. Меры защиты исполненных убежищ и противорадиационных укрытий. Йодная профилактика населения и эвакуация населения из опасных мест. Кроме того, могут быть аварии на химически опасных объектах. Они связаны с выбросом аварийно-химических опасных веществ, сокращенно называемых АХОВ. Представляют угрозу для жизни человека и для его здоровья. Наиболее распространенными аварийно-химически опасными веществами являются хлор и аммиак. Меры защиты исполнения убежищ и среды защиты органов дыхания, эвакуации населения. Могут происходить аварии и на биологически опасных объектах, которые характеризуются выбросом болезнетворных микроорганизмов из лабораторий и научных центров по изучению микроорганизмов. Они могут повлечь тяжелые заболевания и гибель людей и животных. Меры защиты исполненных убежищ, средства индивидуальной защиты, введение режимов карантинной обсервации в случае таких аварий. Эвакуация населения из зараженных районов запрещена до завершения периода угрозы. Могут быть аварии и на гидротехнических сооружениях, плотинах, дамбах, запрудах, водоприемных сооружениях. Они характеризуются образованием волны прорыва. Это аналог цунами с затоплением территории. Меры защиты контроля за состоянием гидротехнических сооружений, притоком воды в случае необходимости делается эвакуация населения. Могут быть аварии на электроэнергетических системах, которые характеризуются периодами отключения электроэнергии, так называемыми блэк-аутами в районах. Причинами этих ситуаций могут быть неквалифицированная эксплуатация сетей, устаревшее оборудование, природные факторы, штормовой или ураганный ветер, длинной дождь, Меры предупреждения защиты контроль за состоянием сетей, обновление оборудования, кольцевание системы электроснабжения и создание резервных источников электроэнергии. Опасными могут быть и аварии на инженерных сетях. Они относятся к коммунальным авариям, но могут представлять угрозу для жизни людей, особенно при авариях в системах теплоснабжения, когда происходит разрушение трубопроводов с горячей водой. Меры предупреждения и защиты контроль за состоянием тепловых и оборудования, водяных сетей, своевременная профилактика и ремонт, кольцевание схемы теплоснабжения, переход на закрытые схемы теплоснабжения и децентрализованную систему обеспечения тепловой энергии. Могут происходить еще аварии зданий и сооружений, что возникает из-за нарушений допущенных в процессе геодетических работ, изыскания, проектирования, строительства и эксплуатации объектов. Меры предупреждения защиты, соблюдение норм и стандартов при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, деятельность контроля надзорных органов, в частности, Госаркстроенадзора, просвещение населения, соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. Следующим классом чрезвычайной ситуации техногенного характера являются пожары и взрывы на предприятиях. По степени пожара и взрыва опасности различают 6 классов А, Б, Б, Г, Д, Е промышленных предприятий. Наиболее опасными являются пожары и взрывы категория А на предприятиях, связанных с запасами взрывчатых веществ, нефтепродуктов и природного газа. Также взрывы и пожароопасны производство категории Б, на которых используются мелкодисперсные, то есть размельченные органические вещества, угольная пыль, древесная мука и сахарная пудра. Эти вещества при окислении могут нагреваться, воспламеняться и взрываться. Предприятия категории В, к ним относятся деревообрабатывающие производства, мебельные фабрики, являются только пожароопасными. Предприятия остальной категории Г, Д и Е являются только пожароопасными по мере убывания степени опасности. Меры предупреждения защиты пожаров и взрывов, неукоснимые соблюдения технологических режимов, подготовка персонала, безаварийная ликвидация нештатных ситуаций, оповещение персонала и населения в случае аварии, использование средств коллективной и индивидуальной защиты. Происшествия на транспорте. Третий класс человеческих ситуаций техногенного характера. Они могут быть связаны с техногенно-антропогенными или техногенно-естественными опасностями. Происшествия на автомобильном транспорте характеризуются наибольшим ущербом для жизни и здоровья людей. В России на дорогах ежегодно погибает около 30 тысяч человек. Около 200 тысяч человек получают серьезные травмы. Причинами является недостаточная безопасность в организации дорожного движения, некачественное состояние дорог и дорожных покрытий, низкая дисциплина водителей, удаленность пунктов оказания первой медицинской помощи на трассах. Происшествия на воздушном транспорте характеризуются тоже многочисленными жертвами при крушении авиалайнеров. Основной причиной, без учета терактов, этих происшествий в России является низкая профессиональная подготовка летного состава. Происшествия на водном транспорте происходят как в аппаратуре морей, так и на реках. Ежегодно около 1200 судов в мире терпят аварии в море, некоторые из них тонут. Причинами являются неблагоприятные погодные условия, штормы, тайфуны, нарушения правил судовождения. Происшествия на железнодорожном транспорте, в том числе и в метрополитене, являются достаточно редким явлением, но могут привести к маночисленным жертвам. Причинами могут быть ошибки машинистов и диспетчеров, нарушение правил эксплуатации рельсовых путей и подвижного состава. Происшествия на железнодорожном транспорте особенно опасны на продуктопроводах, нефтепроводах, газопроводах, так как они могут привести к пожарам и взрывам. Причинами являются нарушение правил эксплуатации железнодорожных систем, отсутствие мониторинга состояния, своевременная профилактика и ремонт этих систем. Выводы по данной теме наиболее значимыми мероприятиями по защите населения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются мониторинг за опасными явлениями и прогнозирование развития ситуации, своевременное оповещение населения, обеспечение населения средствами защиты, эвакуация населения в безопасные районы, ликвидация чрезвычайных ситуаций. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова